шалом драгоценные друзья приветствую вас это опять пять минут сороном левари я хочу сегодня поговорить о том что происходит современном израиле как вы все знаете и я говорил уже об этом у нас было много выборов за последние два-три года друзья но вообще много вещей произошло в этом мире и в частности в израиле я хочу сказать что слава богу теперь у нас есть правительство она правая буквально друзья но верим что она будет работать для блага всего народа потому что каждый премьер-министр который приходит на эту позицию или в эту позицию и на это место он говорит что я буду служить не только тем которые голосовали за меня но и тем которые не голосовали за меня мы будем служить всем 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 и я верю в это друзья так было до сих пор я верю что всем будет хорошо но о чем я хочу сказать у нас это правительство затеяла реформы давно уже об этом говорят судебные реформы то есть хочет провести министр юстиции судебные реформы определенные и здесь у нас начались протесты 100 тысяч человек вышла в на исходе субботы протестовать и в тель-авиве также вышли недавно и работники хайты к и также вышли учителя чтобы противо против 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 противостоять этому или против протестовать против этого ну что я могу сказать конечно же реформы это всегда хорошо но важно слышать также другую сторону я считаю что когда есть реформы а реформы всегда нужны это да это Это правда. Реформы нужны. Если они послужат благу народа, они нужны. Но все-таки нужно, когда происходят такие серьезные вещи, такие как реформ, нужно слышать также другую сторону. Я считаю, мое мнение, что было бы хорошо, если бы коалиция услышала оппозицию, и они бы вместе пришли к общему знаменателю. Но мы простые люди, друзья, чего мы желаем? Мы желаем мир. Мы просим о мире. Мы верим в этот шалом от Бога. И как кто-то сказал, что Иерусалим и Израиль – это часы на руках у Бога. И то, что происходит здесь, влияет на весь мир. Друзья, на самом деле это так. Поэтому, что я хочу сказать? Несмотря на то, что происходит внутри Израиля, несмотря на то, что происходит на границах Израиля, я верю, что Бог дает мир этому народу. И я верю, что весь Израиль будет собран сюда. Сюда, на эту землю, потому что Бог обещал это праотцам. И на этой земле Бог даст великий шалом, друзья. Я в это верю. Но нам нужно молиться об этом. Без молитвы никуда. Почему? Потому что молитва говорит нам о нашей зависимости от Бога. И кто-то может сказать, ну пусть они там политики сами разбираются. Да, они и так сами разбираются во всем мире, друзья. Что мы можем сделать? Но первое, мы можем молиться, мы можем просить Бога, мы можем провозглашать, друзья. И мы можем также, конечно же, говорить свое мнение. Слава Богу, что Израиль это все-таки островок демократии на Ближнем Востоке. И здесь есть свобода слова. Мы можем высказывать свое мнение, мы можем говорить. Это мне нравится, друзья. Я верю, что это нравится многим людям. И потому что сегодня есть многие страны, где невозможно высказать свое мнение. Где за свобода слова, она буквально, за свободу слова люди гонимы. Они не могут сказать то, что они думают, то, во что они верят, друзья. И мы знаем, о чем мы говорим. Потому что на те страны исхода, откуда мы приехали, там тоже сейчас происходят некие такие вещи, друзья. Поэтому просите мир Иерусалиму, да благоденствует любящий Иерусалим. И приезжайте в Израиль, друзья. Приезжайте, потому что это время очень хорошее и доброе. Шалом вам из Иерусалима.